Людей чувствительных к переменам погоды на самом деле больше, чем кажется на первый взгляд. По статистике это почти 75% всего населения планеты. Возникает вопрос о том, что же это за страшная болезнь, от которой страдает подавляющее большинство людей. Что такое метеозависимость? Симптомы, лечение, причины возникновения – все это чрезвычайно интересует людей, у которых перед дождем случается жестокий приступ ревматизма, мигрени или ноют старые раны. Медики в один голос заявляют, что такой болезни не существует, однако не отрицают такое явление, как повышенная чувствительность к изменениям погоды. Вот для того, чтобы вот таких не было серьезных кризов, значит, хронические больные должны усилить все препараты, которые они получают. То есть, может, нужно необходимо увеличить и дозы. Поэтому, когда начинаются вот эти перепады, и они несколько дней, не ждать, не отлеживаться дома, а подойти или вызвать врача, или подойти к участковому, или к специалисту своему, и проконсультироваться. Что-то мне хуже, что мне, доктор, может увеличить, что-то добавить или дозу увеличить. Это у хронических больных. А вот молодежи, я бы рекомендовала немножко здесь сохранять резкие перепады дополнительно. Вот сейчас у всех автомобили, кондиционеры. Мы сидим в кондиционерах, и еще когда целый день сидишь, да, определенно комфортную температуру, это еще ничего. А есть работы, которые, они охлаждаются, да, и выходим на жару. И вот это здесь мы дополнительно, не только атмосферное давление вверх-вниз, дополнительно несем нагрузку на организм. Вот здесь сильно охлаждаться или сильно перегреваться, ох, как нельзя, любому, здоровому и больному. Елена Ивановна – врач с большим стажем. Она не против современных сплит-систем, но советует вспомнить старый дедовский способ, а точнее предмет женского туалета, которым пользовались наши бабушки. Это веер, очень щадящий способ охлаждения, и он не единственный. Молодежи порекомендуют, контрастные души можно, вот как закаливающая процедура. Они тоже вегетативную нервную систему нашу уравновешивают, и более не будут восприимчивы вот к этим атмосферным влияниям. И еще к простым, доступным, а главное безопасным приемам борьбы с метеозависимостью относятся диета, спорт и здоровый образ жизни. При этом стоит принять соответствующие меры предосторожности и обязательно запланировать визит к врачу. Елена Петченко, Анатолий Калинкин, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин